Политики, экономисты, звезды кино и шоу-бизнеса. В прямом эфире Радио Болтком. Ведущие Оксана Антоненко и Вадим Родионов. Вопрос с пристрастием. Каждую среду в 17 часов. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Вопрос с пристрастием». В студии Оксана Антоненко. Добрый вечер, и Вадим Родионов. Звукорежиссер Евгений Копеина. В гостях у нас сегодня профессор-востоковед Леон Тайван. Здравствуйте. Добрый день. А перед тем, как начнем наш разговор, поставим на вас досье, которое мы подготовили. Леон Тайванс родился в Риге в 1944 году в семье литеранского пастора. Окончил Институт восточных языков при МГУ. Работал в Институте востоковедения. Исполнил обязанности ученого-секретаря при директоре института Евгении Примакове. Защитил докторскую диссертацию по политическим и религиозным движениям Юго-Восточной Азии. В настоящее время руководитель отделения Азии факультета современных языков Латвийского университета, профессор, владеет пятью языками – латышским, русским, английским, индонезийским и малайским. Все ли правильно, все ли верно? Хотите ли что-нибудь добавить? Ну, прямо как в суде. Уследовать. Можно было что-то добавить, можно было что-то отбавить. В частности, я уже не возглавляю отдел Юго-Восточной Азии. Мы недавно, извините, не Юго-Восточной Азии, а отдел Азии, всей Азии в Латвии. Мы избрали другого руководителя. Мой срок вышел, так что я просто профессор. А вот тут были перечислены языки, на которых вы говорите, а на арабском не говорите? Нет, к сожалению, не говорю арабский больше, у меня в пассиве. Так что арабский приходится пользоваться, но не в активной форме. А как считаете... Ну, я думаю, что... У меня концепция вообще такая, что если мы хотим ныне как-то быть на волне, я бы сказал, вот так, как Латвия целиком, что население, скажем, латвийская экономика и вообще политическое мышление и так далее, то пора в школах учить уже и восточный язык. Конечно, это прежде всего был бы японский, китайский, корейский, как наиболее развитые языки Восточной Азии. А причина очень простая. Центр экономический и политический мира, центр мира, уже переместился на Тихоокеанское побережье. Предшествующий век, 20-й век, это был век Атлантического океана, 19-й век, это век Средиземноморья, а сейчас мы должны ориентироваться вот на этот центр. И я думаю, что английский язык какое-то время еще будет функционировать в полном объеме, но мы уже видим совершенно явные знаки, что уже нужен китайский. И наиболее передовые люди этим уже занимаются. То есть, учат своих детей, учатся сами, в общем, языком Восточной Азии. Что касается Латвии, наши границы, конечно, не с Китаем. И арабский язык, отвечая на ваш вопрос, конечно, крайне важен. И в этом году мы в нашем отделении примем 15, у нас 15 мест ныне оформляется. Они будут бюджетными. Те, которые имеют склонность к языкам и интерес к Ближнему Востоку, милости просим учиться. Потому что, конечно, контакты у нас будут прежде всего с Ближним Востоком, с народами, которые говорят на арабском, и с культурой, которая называется исламская. По поводу контактов. Насколько я понимаю из того, что можно найти в интернете, в Европе уже начинается то, что называется миграционным кризисом. Ввиду вот этих контактов, участившихся и обострившихся, я имею в виду беженцев или мигрантов, которые перемещаются в Европу из стран Северной Африки. Насколько серьёзная, на ваш взгляд, эта проблема? Ну, эта проблема серьёзная была всегда. Потому что, понимаете, человечество – часть биологической системы. И так же, как птицы и животные мигрируют, так мигрируют и люди. И причина очень понятная. Это в основном поиск средств существования. Поэтому этот процесс вечный, и его остановить, скажем, разными политическими и другими методами невозможно. Другое дело, что при современных возможностях, я имею в виду технические возможности, и при современных кризисах, которые также в значительной степени вызваны техническим причинами, так называемым техногенным фактором, вот эти процессы сильно активизировались. И, конечно, Европа, особенно Южная Европа, Италия, Франция, если говорить более конкретно, Мальта. Вот эти страны сталкиваются с очень серьёзным кризисом, связанным с наплывом беженцев в большом количестве из Ближнего Востока, из Африки. И этот вопрос требуется срочных решений. Эти страны не только сталкиваются с этой проблемой, но и призывают другие европейские страны как-то подумать насчёт введения квот относительного распределения мигрантов или беженцев, называйте их как хотите. Наши политики уже высказались на эту тему. В частности, премьер-министр Лайндот Астрауима сказал, что, возможно, всё-таки придётся кого-то принимать. Министр внутренних дел Рихард Козловский, в свою очередь, говорил, что мы лучше поможем пограничникам, которых мы отправим туда, для оказания какой-то помощи на месте. Но так или иначе, дискуссия на эту тему уже началась. А вот что будет, если действительно Латвии придётся принимать мигрантов из Северной Африки? На ваш взгляд, это был бы плюс для нашей страны или минус? Прежде чем говорить о латвийской ситуации, мне кажется, что нам нужно немножко углубиться в ситуацию вообще. И, может быть, отступить в смысле проблемы назад, а потом вернуться к Латвии. Дело в том, что самые большие претензии сейчас, которые высказываются в той же Италии, в той же Франции, которые напрямую связаны с этой проблемой, сталкиваются с ней. И это вопрос распределения беженцев. Но пока речь не идёт всерьёз о малых странах, таких как Латвия. Речь в основном идёт о том, что Великобритания должна принять, скажем, примерно одну третью часть беженцев. А беженцев на 2015 год, то есть на этот год, прогнозируется примерно 200 миллионов. Или несколько больше. То есть, это пятая или четвёртая часть миллиона. Ну, извините, 200 тысяч миллионов. Я уже с миллиардом стал путать. Да, то есть, либо пятая часть, либо четвёртая часть миллиона. То есть, это серьёзная цифра. И для Италии, которая экономика, как известно, в общем-то, не в лучшем состоянии, это очень тяжёлое бремя. Франция, как известно, идёт за Италию, хотя тоже считается большая экономика, но это не немецкая экономика. Но сейчас главная борьба с британцами. Теперь вопрос о решении, как можно решать. Разделить поток беженцев – это, конечно, один из подходов. Но проблема заключается не в том просто, что этот поток беженцев стихийный. Он не стихийный, он организованный. И занимается этим трафиком, в общем-то, я бы сказал, современные пираты. Пиратерия в Средиземном море, известный испокон веков, с античных времён. И эти порты ещё античных пиратов с храмами, они существуют по сей день, можно их, так сказать, в туристическом порядке посмотреть. И сейчас, например, один такой транспорт стоит неполных 100 тысяч евро. Очень часто вот эти самые трафикеры просто берут какую-то старую шлюпку, потом, когда она достигает итальянской границы, они просто пробивают дно, и всё это идёт ко дну. Им абсолютно всё равно. Эти самые беженцы дойдут до итальянских берегов, или они утонут в море, они денег получили, и этим дело кончается. Это же бесчеловечный бизнес. — Но ведь кто-то же есть на борту из организаторов? Кто-то же протыкает это дно? — Да-да-да, но потом сидится в бульс-требот и текает оттуда, и всё очень просто. — Принцип какой? То есть они, получается, подходят к берегу, пробивают, и тогда уже береговая охрана должна их спасать. — Абсолютно верно. — Абсолютно верно. Да, вот именно таким образом. И поэтому сейчас переговоры ведутся не только о разделении, а о том, чтобы сокрушить вот эти самые анклавы, эти порты, места, где скапливается транспортное судно, при помощи которых будут перевозить вот этих несчастных беженцев. Вот это всё ликвидировать, вот эти тайные порты. Это одна из задач. И вот здесь как раз, если речь идёт о том, что латвийские пограничники военные поедут туда, то они будут заниматься, возможно, и этим вопросом. Ну, второй, ещё одно направление, которым сейчас думают, это создать лагеря беженцев на Северной Африке. Ну, опыт есть. Опыт, в общем-то, это времен после Второй мировой войны, когда, значит, создавались палестинские лагеря для беженцев. Сначала были такие палаточные, огромные территории, покрытые палатками, где жили на временных условиях люди. А потом вместо них выстроили многоэтажные бетонные очень простые жилища. И так они существуют посредине, эти самые лагеря беженцев. Они похожи на городов, они не очень благоустроены, но жить там можно вполне. Такие микрорайоны, как у нас. Да-да-да, очень похожи на это. Ну, может, менее благоустроены. И вот таким вот образом решить вопрос с беженцами, чтобы их держать на месте. И главное направление, конечно, это держать беженцев на месте, выдавать их назад. Но всё, проблема в том, что некому выдавать. В Ливии, как государство, уже не существует. С Тунисом, конечно, можно разговаривать, это тоже не так просто. Все эти страны, конечно, бедствуют в экономическом смысле. Так что здесь довольно сложные вот эти решения. И теперь можно вернуться к Латвии. Понимаете, имеется вот в этих миграционных делах и своя теория, которая достаточно древняя. Я бы назвал, например, теорию начала XX века Равенштейна, которой тоже пользуются ещё и теоретикой, и политикой. И там идея такая, что миграция происходит в направлении крупных городов к мегаполисам. То есть в направлении имеются, так сказать, тропы, и вот тропа ведёт к мегаполисам. То есть все дороги ведут в Рим, как говорят. Да-да-да, совершенно верно. Рига не мегаполис, и поэтому Рига не привлекательна. И если мы посмотрим, скажем, в карты Всемирного банка развития, то мы увидим, что Латвия, Литва и Эстония являются странами, которые поставляют эмигрантов. То есть транзитными государствами? Нет, нет. Мы страна, которая, значит, source country, то есть страна, которая выбрасывает эмигрантов. И наша тропа – это Великобритания. Но об этом мы все хорошо знаем, и про Великобританию, и про Ирландию. И поэтому Латвия не берётся всерьёз. Она на неё, понимаете, на теоретическом уровне имеется такой же взгляд на неё, как на Бангладеш, например, который является типичным поставщиком эмигрантов. При Балтике тоже. То есть если будут вводиться квоты, насколько я понимаю, нас они не коснутся, потому что нас всерьёз не воспринимают, мы Бангладеш. Ну, в какой-то степени это так. В какой-то степени это так. Конечно, какие-то квоты могут нам это самообязательно взять, но поскольку экономика не особенно мощная, возможностей особо нет, так надо сказать, что вот в этом плане чисто технически наши шансы здесь выжить, ну, не такие плохие. Ну, и надо сказать, что самая, конечно, самая страшная эмигрантская анклава, откуда люди бегут, это Южная Азия, Юго-Восточная Азия. И это далеко от нас. Это, как бы сказать, до другой стороны земного шара. Но, тем не менее, вьетнамцев у нас регулярно обнаруживают, вот и сегодня, если не ошибаюсь, очередная группа была в районе Лудзе зафиксирована. Да, и прирост, кажется, 90%, если я не ошибаюсь, за последнее время. Ну, я думаю, что вьетнамцы не столь страшны для нас по очень простой причине. Для того, чтобы покрыть такое гигантское расстояние от Вьетнама до Латвии, нужно иметь солидные деньги. Даже если ты движешься, понимаете, по незаконным тропам разных контрабандистов, все равно нужны деньги, контрабандисты за так не работают. Они берут хорошие деньги, потому что они рискуют. А чему нам радоваться? Ну, хорошо, они заплатили за перевозку, все, денег нет, дальше что? Зачем нам такие вьетнамцы? Ну, это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Мы можем этот вопрос рассматривать, понимаете, с точки зрения христианской этики. Ответ мы получим сразу, что надо делиться. Мы живем достаточно хорошо, почему не поделиться? Но, понимаете, здесь опять возникает техническая проблема. Техническая проблема заключается в том, что всякого рода беженцы, по статистике, примерно 11% этих людей в результате вот этих всех переживаний, трудностей в пути, они страдают серьезными психическими травмами. То есть это депрессия, которую требует не психоаналитика, а психиатра и медикамента. Такие составляют примерно 11%. То есть от каждого десятого надо будет лечить. Это стоит немалых денег, как мы знаем. Далее их надо будет устраивать. У нас есть свободные квартиры, где их разместить. У нас есть средства, чем заплатить за их жизнь. У нас даже нет пунктов для размещения. Зато у нас есть пустующая Латгалия. Пустующая Латгалия. Ну, хорошая идея. Но в Латгалии, как вы понимаете, надо родиться латгальцем, чтобы там выжить. Например, когда засыпут снегом латгальские города и веси, тогда посмотрим, что там будут делать вьетнамцы. Вы говорите, что, скорее всего, нам удастся избежать вот этих европейских квот. Но стоит ли нам по этому поводу радоваться или переживать? Потому что есть мнение, что в Латвии не хватает рабочих рук. Особенно тех рабочих рук, которые, к примеру, могли бы работать на конвейере. Вот не так давно в нашей студии был глава компании «Бривайс Вилнес» Арнольд Бабрис, который говорил, что уже приходится собирать по всему району рабочих и возить их автобусами, чтобы создать тот объем, который требуется для рынка. Китайского сейчас, к примеру. Может быть, нам, наоборот, стоит выступить с какой-то инициативой, чтобы принять этих мигрантов, которые потом могли бы работать у нас на заводах? Неважно, как их шпроты это или еще что-то другое. У меня здесь вопрос. Почему Бабрис, понимаете, хочет иметь доход от вьетнамцев? Нет, он еще не хочет. Это моя идея пока что. Ну, думаю, что хочет иметь. А вот мы с вами, значит, будем платить налоги и содержать их, так сказать, всю инфраструктуру. Думать, где они будут жить, где будут детей растить, воспитывать, обучать и все прочее, и пособия и так далее, и так далее. Думаю, что, конечно, бизнес интересуется, дополнительные рабочие руки нужны, бизнес этим интересуется, вполне понятно. Но на бизнес надо и возлагать. Тогда все остальное тоже. Не только, так сказать, барыш, а как насчет расходов. Ввиду европейского опыта, насколько склонны мигранты из этих стран находить легальную работу, платить налоги, как-то устраиваться, или все-таки это больше какие-то нелегальные способы трудоустройства? Ну, если мы говорим о вьетнамцах или, скажем, о китайцах, то надо помнить то, что, скажем, и китайцы, и вьетнамцы имеют очень солидную историю эмиграции. И эта история означает традиции эмиграции. Эти традиции связаны, в общем-то, с сугубо бандитскими тайными организациями, с разными откатами, тайными кассами, неравноправиями и внутренней эксплуатацией внутри общин. Это страшное дело. Страшное дело. Особенно хорошо известно, ну, скажем, ученые неплохо изучили китайскую эмиграцию с 20 века, начала 20 века, конца 19 века, юго-восточной Азии. Это леденящая душа истории. В общем, тут ничего романтического и хорошего нет. И если мы с такой эмиграцией встретимся, здесь будет то же самое. Всякие чайна-тауны и такая непроницаемая община, которые живут сам собой. Но там есть своё позитивное. Позитивное то, что, скажем, они не навязываются окружающим, скажем, как исламская культура, где заложено, понимаете, этот самый прозелитизм, там всех обратить в ислам, наступление на то общество, где они живут и так далее. Китайцы, вьетнамцы, они живут обособленно. То есть они живут в своей общине. То есть мы вас не трогаем, вы нас не трогаете. Совершенно верно. Но плохо то, что они создают карманы. И если этих карманов слишком много, то постепенно, значит, основные населения вынуждены просто убираться отсюда. Ну, такова ситуация. Давайте примем звонок, надевайте наушники. Добрый вечер. Добрый вечер. Пророк, у меня такой вопрос к вам. Ну, может быть, сказать, Африка, не Ближний Восток, но все-таки, да, все мандатные территории и протоктораты, ну, после 70-х годов, и вы работали в таком интересном институте, да, ну, допустим, законодательство. Ну, нельзя же сравнивать законодательство, которое, ну, положено Арабских Эмиратов и, допустим, ну, 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 куда это или Емана, да? Почему это так получилось? И уровень жизни в этих странах, ну, я с полной ответственностью могу сказать, что тоже не сравнить. Потом второй вопрос еще. Африка, да, вот 93-й год у нас на паснике песни один из первых хоров из Африки прибыл из богства, и это слово иногда не могу выговорить, да? И потом... Перезвоните, пожалуйста, потому что что-то у нас произошло со свадьбом, с телефоном, мы вас не отключали. Да, попробуйте еще раз. Попробуйте еще раз. Может быть, господин Тайвенс пока что мог бы прокомментировать первую часть вопроса? То есть, я там плохо слышал, но речь шла о... О законодательстве, скажем, разнице законодательства в Кувете, в исламских странах и так далее, что более жестко и... Ну, надо понимать одно, что, понимаете, законодательство, нам кажется, мы так иногда заблуждаемся, живем теми мифами, которые бы создавали свою эпоху энциклопедистов и просвещения. На самом деле законодательство, оно производное в значительной степени от религиозной базы, и христианское законодательство, то есть то законодательство, которое выстроилось и, так сказать, совершенствовалось и формировалось условие христианства, оно сильно отличается от того законодательства, которое существует в исламских странах. И главная, может быть, разница заключается в том, что христианское законодательство, оно инклюзивно, оно включает всех людей, то есть интенция такова, что все люди равны. А исламское законодательство говорит о том, что все неравны. То есть есть внутренний круг, то есть оно называется эксклюзивным. Эксклюзивно, то есть исключается из этого законодательства определенная группа людей. Мы это воспринимаем в качестве неравноправия, и это мы видим, ничего сделать с этим не можем. Таково законодательство, скажем так. То есть там такая иерархическая структура. Нет, не совсем иерархическая. Скажем, в основах истории исламской государственности заложено первое, что есть граждане первого сорта, это мусульмане. Самый первый вариант – это арабы-мусульмане, не просто мусульмане. Потом идут просто мусульмане, которые не арабы, это второй сорт. Потом идет третий сорт. То есть это кастовое отделение получается? Больше, я бы сказал, иерархическое. Кастовое – это больше такие сегменты, а это иерархическое. Потом идет третий сорт. Это христиане, юдеи, зароастрийцы, в Индии также индуисты. Ну, а потом идет четвертый сорт. Это те, которые должны, по идее, либо умереть от меча, либо принять ислам. Вот такая градация, и она пронизывает все. И на этой основе построено, на этой философии права построено отношение также и в упомянутых богатых странах Персидского залива. И так что с этим надо считаться. Давайте примем звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, мне кажется, что все очевидно, но только почему-то никто об этом не хочет сказать. Смотрите, при вступлении в Евросоюз, что у нас происходило? Постепенно, под козырек нашими чиновниками, нашими премьерами, мы уничтожили сельское хозяйство, промышленность, фактически экономику свели на ноль. В связи с этим, что получилось? Люди, ментальность которых более подходит Европе, Европа это все просчитала, они поехали туда работать. Значит, здесь освободилось место, и то, что сюда приедут ментально совсем другие люди, которые заполонили уже Европу, это было очевидно. Только это должно было прийти время. Они эту плацдарм, эту площадку подготавливали уже давно. Но в связи с теперешней ситуацией, которая происходит сейчас, настолько масштабно люди оттуда бегут, вот значит, они, эти люди, поедут сюда. Тут, мол, здесь есть где работать, платить здесь не хотят. Европа будет, согласно, давать деньги, лишь бы только эти люди не попадали к ним, потому что они уже заполонены, и вот они будут размещаться на эти вот страны, которые и так никто, а будут вообще никто. Спасибо. Как можете прокомментировать? Ну, мне кажется, что здесь некоторые в фоне, конечно, теории заговора. Я думаю, что дело так не обстоит. Что касается Европейского Союза и его политики, миграционной политики, то этой миграционной политики в объеме Союза нет. Это как раз одна из проблем, которые пытаются решать. Это оставлено на каждое национальное государство, чтобы оно решало сам. То есть, сами разбирайтесь? Сами разбирайтесь, совершенно верно. И это может измениться. Это может измениться. Я думаю, что сейчас этот процесс потихонечку принимает обороты, и какая-то единая политика относительно мигрантов, конечно, должна появиться. Но этот процесс медленный, но в Европейском Союзе, как известно, все эти процессы идут медленно, потому что надо все бесконечно согласовывать. Здесь имеется сопротивление. Это тоже надо учесть. Так что эти процессы, конечно, они будут. И надо понимать в дальнейшей перспективе, что здесь мы одни жить не будем. Это совершенно ясно. И будущее человечества, конечно, совсем иное. Видимо, мы свою этническую, так сказать, идентичность будем, ну, как бы поддерживать общинно. И с другой стороны, если так посмотреть на мир в целом и на Ближний Восток в целом, то здесь намечается, в общем-то, усиление международных организаций вместо национальных. Мы видим, что мы много плохого, так сказать, в школах учили о колониализме и продолжаем это делать сегодня. То есть учить, объяснять людям и детям, что колониализм это плохо, это порабощение и так далее, и так далее. Колониализм пал. Но целый ряд стран, ну, возьмем то же самое Ливию, возьмем то же самое Сирию в значительной степени, и Йемен возьмем. Мы видим, что есть народы, которые не могут наладить свою государственность. Сомали, пожалуйста. То есть не получается. Что здесь? Ну, конечно, колониализм вернуть невозможно, но очевидно, международным организациям типа ООН и другим организациям придется взять шефство над такими территориями и решать в том числе вопросы миграционные. Это тоже назревает. Так что впереди очень сложные перемены. Но мы будем все свидетельствовать. А с другой стороны, ведь получается такая история, что был Каддафи, в Ливии была жесткая диктатура, но был относительный порядок. Был Ирак при Хусейне, была диктатура, но был порядок. Как только международные организации и другие страны, страны с развитой демократией вмешиваются в эту историю, мы получаем некий хаос. Да, Вадим, я думаю, что вы как раз очень хорошо произнесли это ключевое слово, развитая демократия. Европейцы не могут одного понять, что демократия – это институция христианская. Это особый разговор, над тем можно провести хорошую, так сказать, богословскую дискуссию, почему и как, и почему, скажем, в исламе этого нет. Но в исламе этого нет. Нет. И не может быть в обозримом будущем. Почему Европа так цепляется за это? Это тоже не дурь. Это не дурь. Дело в том, что на этих территориях, которые нас интересуют, нужно наладить экономику. А развитая экономика в условиях диктатур не получается. Советский Союз – хороший пример того. Но 70 лет продержался, и из них половина, понимаете, мучились с экономическим проблемами. То есть рыжкин-кафтан вечно латали. Это тоже не может быть. Поэтому, понимаете, здесь есть очень серьезное противоречие, которое очень трудно рассчитывать. С одной стороны, демократия нужна для развития экономики, с другой стороны, традиции у этой страны нет. И только демократии вводят, значит, все разрушается. Ирак, совершенно правильно сказали, Ирак и Либия держались благодаря этим личностям. Но я хочу заметить, что Каддафий, например, на склоне своего правления уже не справлялся. И у него, значит, уже проблемы возникали очень серьезные. Он играл сложную игру с шейхами, главами различных племен, которые и весь Ближний Восток таков. То есть имеется партия, но за этой партией скрывается, скажем, мощное племя, которое составляет центр. Возьмем Сирию, Алавита. Это племя на самом деле, которое держится одного религиозного направления. Вот оно захватило власть, оно мощное. Оно держится власти. – Наверное, такое полухристианского. – Да-да-да. Это такой продукт между христианством и исламом. Там, конечно, больше ислам, чем христианство, но это вы совершенно правы. Это такой промежуточный религиозный продукт. Но на самом деле субстрат или основа этого – это племя. Каддафи и то же самое можно сказать о Саддаме Хусейне, они, понимаете, при очень жесткой такой дисциплине все-таки вели постоянный торг с племенами. Постоянный торг. И сейчас исламское государство то же самое. Это постоянный торг с племенами. И эти суннитские племена севера Ирака, они, в общем-то, они находятся с руководителем исламского государства в определенных отношениях. Только эти отношения разрушатся, и это государство перестанет существовать. Оно существует благодаря вот этим племенным союзам. – Если вернуться на пару шагов назад, вы говорите, что в любом случае в будущем мы здесь одни жить не будем. То есть, возможно, как-то Европа будет вводить систему код, возможно, что-то еще поменяется. Вы также сказали, что арабская или исламская, скорее, культура имеет тенденцию как-то давить на окружающий мир. Ну, то есть, чтобы все приняли ислам и так далее, и так далее. Если эта культура появится в Латвии, представители этой культуры появятся в Латвии в более или менее значительном масштабе, то как будет выглядеть наша действительность? То есть, это будут какие-то арабские городки и улицы, как, к примеру, в Берлине, или вот что это будет? Ну, я думаю, что за примерами далеко ходить не надо, вы уже назвали. Вы уже назвали. Это, естественно, они будут занимать какие-то регионы, какие-то кварталы, которые будут формироваться вокруг тех, скажем, элементарных зданий, которые будут выделены для беженцев. Но вы тоже не немцы? Возможно, мы не будем настолько цивилизованно к этому относиться? Или будем? Как считаете? Я думаю, что будем. Я думаю, что будем. И, ну, миграционные процессы, это я говорю, что они приведут к тому, что будут такие анклавы. История, конечно, богатый пример. Мы можем взять Османскую империю. Ну, там, скажем, Стамбул. В период Османской империи там были разные кварталы. Был, например, европейский квартал, греческий квартал, Панариус. Были турецкие кварталы. Турки, которые хотели выпить, Коран запрещает, те тихонечко уходили, значит, в греческий квартал, там, значит, в кабаках тихо, значит, отоваривались. Или хотели по-европейски хорошо пожить там и провести время, то уходили в Перо, там, где жили венецианцы, итальянцы, и другие французы, и другие иностранцы. То есть нас ждёт какая-то такая идиллия, когда есть кебабы, условно, есть китайская кухня, и всё прекрасно, все живут в своих кварталах, никто никому не мешает, экономика развивается. Или всё-таки что-то помимо этого? — Ну, мы, понимаете, занимаемся сейчас такой, знаете, кухонной футурологией, потому что конкретных... — Возможно, но так или иначе. — Да, конкретных цифр у нас пока... — Материрование в будущем. — Да, но конкретных цифр пока у нас нет. Количество арабов и берберов у нас в Латвии увеличивается, совершенно явно, в значительной степени за счёт смешанных браков. И когда мы говорим об иммиграции, надо понимать то, что есть иммигранты, которые, понимаете, больше смотрят в карман. Ну, есть и иммигранты, которые очень мотивированно уезжают из своих стран. И вот эти мотивы у теоретиков, значит, в общем, имеются три причины. Это питание, это секс, я буду говорить о втором, и мир война, то есть безопасность. И, понимаете, одна из проблем — секс. У берберского населения, у арабского населения существует обычай, что родители должны, ну, как бы сказать, выкупить невесту, то есть заплатить солидную сумму родителям жены, сына. Этих денег давно уже у большинства нету. Как жениться? А жениться — есть способ, то есть эмигрировать, уехать в Европу, жениться на европейке, там работать. Люди вполне нормальные, вот это их проблема, они эту проблему решают. Я знаю лично ни одного такого эмигранта. Эмигрант, они здесь потя, лица работают, растят своих детей, в общем-то, пытаются внедриться и интегрироваться в местную культуру, говорить, там, скажем, на двух языках и так далее. Это всё есть, и поэтому к этому надо относиться совершенно спокойно. Но другое дело, если, скажем, начинается стихийное, понимаете, вот движение в результате войн, беженцев в больших количествах появляется, когда уже не знаешь, как это решать, вот это да, это уже серьёзно. — Что касается криминальной составляющей, нередко можно слышать от представителей европейских стран о том, что как только увеличивается число беженцев, растёт уровень преступности. Вот я сам был во Франции, когда были арабские погромы, и там действительно этническая составляющая, или, во всяком случае, такая общность людей, конкретные группы, там, выходцев с Востока и так далее, которые громят машины и так далее. Вот как считаете этот момент, насколько ваш? — Это момент очень серьёзный. Это очень серьёзный момент, и в науке это называется столкновение цивилизаций. И речь идёт о том, что люди, которые выросли при иной цивилизации, или живут в этих карманах, или анклавах, как их науке называют, и они руководствуются другими кодексами поведения, у них в фоне другой менталитет, и они решительно не понимают европейское законодательство. Мы сами видим в нашем обществе, что есть люди, которые выпадают из общества и становятся, понимаете, где-то около мусорников, по той причине, что они неадекватно действуют, то есть они не понимают законов, они думают, что так сойдёт, что можно как-то так. Представляете, что вот с таким мышлением появляются десятки тысяч людей, или сотни тысяч людей, это становится серьёзной проблемой, когда он не понимает. И во Франции, например, гигантские цифры вот этой самой иммиграционной закононарушений, которые совершаются, или по-другому скажем, клиенты тюрем, то есть составляют примерно 70-80 процентов. Это иммигранты. И причина не потому, что они там плохие люди или какие-то там звери и так далее. Нет, они просто не понимают законов. Не понимают, они не учились в процессе. То есть они привыкли жить по-другому. Они живут по-другому, и они не могут вникнуть. Это дело ни одного поколения. Мы знаем, что наиболее эффективные, скажем, специалисты, те, которые работают уже не в первом поколении в данной области, они действительно вот с детства не знают это дело. С законом то же самое. Это дело поколений. Мы через несколько поколений вошли в европейское законодательство, то мы понимаем и знаем прекрасно, что, скажем, человек из России, приехавший сюда, долго не сможет никак разобраться, что здесь происходит. Потому что у него другой закон, другие законодательства, другая подходит. Но в то же время он вряд ли пойдет громить в этой магазине. Нет, нет, конечно, дело в том, что здесь, понимаете, это самое, так называемое, разница цивилизации, культур меньше. Здесь коммуникации, как мы видим, вполне нормальные. Но там, там эта стена огромная. И преодолеть ее в одно поколение, в два поколения, даже в три поколения получается. Давайте примем звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Потрясающий гость у нас. Хотел задать ему два вопроса. Один из сегодняшней дискуссии между коллегами. Вот сегодняшнее, то, о чем мы говорим, вот эта миграция, которая идет из Африки, не является ли она причиной той колониальной политики, которая вела на африканском континенте Франция и Англия? И второй вопрос, такой, может быть, виртуальный. Какая вообще дальнейшая судьба потенциальная вот африканского континента, учитывая экономические положения всех этих государств, народностей, которые там живут? Ну, что вот может происходить дальше с этим континентом? Спасибо. Видимо, имеете в виду следствия. Ну, я, во-первых, должен поблагодарить нашего слушателя. Он имя себе не назвал, что там похвалил. Спасибо. Это, конечно, приятно слышать, что... Хоть кому ты понравился, что я же сказал. Но вопрос, заданный им вопрос, он, конечно, первый, это риторический вопрос. Естественно. Естественно, что колониальное владичество, оно имеет свой рикошет. Это вот он и есть. Хотя, надо сказать так, что те времена, когда... Ну, это 60-е годы прошлого века, да, 60-е, еще 70-е, в меньшей степени, когда в Востоковедении говорилось о том, что колониализм повинен во всем. Сейчас это время прошло, сейчас уже имеются более глубокие исследования, которые говорят, что не все однозначно. Европейское присутствие, очевидно, Азии необходимо было. И если бы не было его, то не было бы современного развития, скажем, восточной Азии. Ну, кстати, вот Юханнесбург ставят в пример, что после того, как режим апартеида пал, этот город превратился в то, во что он превратился. Совершенно верно. Встречайший уровень криминала, небоскребы, там, между ними мешают белье и так далее. Совершенно верно. Да, 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 да. Ну, что касается Африки, я не африканист, я не могу очень компетентно сказать, но могу так, ну, поскольку я слышал, и сколько я там читал сам, и с Африкой, африканская ситуация на сегодняшний день очень печальная. Так называемая Субсахар, или там, скажем, Черная Африка, Африка только юго от Сахарской пустыни Сахар. И та Африка находится в неимоверно бедственном положении, неимоверно. Но вместе с тем Африка является местом, где имеется вся таблица Менделеева. И ныне китайцы, в меньшей степени корейцы, очень активно разрабатывают, ну, и европейские страны, Америка тоже там же, очень активно разрабатывается полезное ископаемое в Африке, имеется определенный анклав в Африке, который сейчас просто находится в стадии, значит, очень интенсивного развития. И таким образом мы не знаем на сегодняшний день, каков будет конечный результат, но Африка находится в состоянии очень важных и серьезных перемен, и отнюдь не самых худших. Так что на Африку тоже следует обратить серьезное внимание в таком, ну, прогностическом смысле. А столкновения крупных игроков происходят сейчас на Африканском континенте? Раньше были достаточно сильные позиции у Советского Союза. Какова роль России сейчас, Америки и так далее? Ну, беда Советского Союза заключается в следующем, что Советский Союз, понимаете, был руководим идеологическим установками, и большие страны Африки, такие как Ангола в свое время, например, рассматривались как некий, понимаете, резерв рабочего класса, который совершит революции во всем мире. А автомат Калашникова во флаге у них, если не шло, из десятилетий. Да-да-да, понимаете, вот эти установки на сегодня уже мало кому интересно. К сожалению, Советский Союз, народ, Советский народ жаловался, что все, в Ангола, все там, понимаете, в колонии вывозятся деньги, это в какой-то степени, но это было не так бесконечно как-то в народе говорили, но что правда, то правда, очень большие средства туда уходили, вроде какой-то фантасмагорический идей. Сейчас совсем другое дело, сейчас, например, китайцы не ввязываются ни в какую политику, китайцы делают деньги, они очень большие специалисты, приспособятся к африканской ситуации, к любым политическим режимам, то же самое относится к Центральной Азии, китайцы делают бизнес, в том числе и закупают пахотные земли в Африке, для того, чтобы производить продукцию сельскохозяйственную для собственного потребления. Так что Китай, я бы сказал, очень перспективный игрок на этой территории. Давайте еще звонок примем. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, говорите. Попробуйте перезвонить еще раз. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Добрый вечер. Добрый вечер. Я понял так, перспективу. Чем лучше в экономическом плане мы будем развиваться, тем более уязвимы мы будем для волны миграции, при условии, что политика Евросоюза не изменится коренным образом. У меня вопрос такой. Вот как вы считаете, в странах Евросоюза иммиграционная политика должна быть равной? Во всяком случае, первую ласточку в этом отношении, по-моему, Великобритания сделала, где собираются ужесточить социальные пособия, выплаты по отношению к Эмитампу. И второе. Вот мне кажется, как это не кажется парадоксальным, и с этической точки зрения, мне кажется, это может быть даже несправедливо, но надо все-таки в себе возрождать дух колонизаторов. Вот, например, пример нашего большого друга Соединенных Штатов. Любой эмигрант, который туда прибыл, вернее, турист прибыл по визе и остался там, его не изгоняют, ему дают возможность там работать, иногда он будет, не знаю, десятками лет. Единственное, что он не обладает никакими социальными привилегиями, которые обладают граждане Соединенных Штатов. Может быть, нам надо идти по этому пути, тогда не будет проблемы ни с Бабрисом, ни с кем остальным. Спасибо. Насчет колонизаторской политики, может быть. Мы выслушали целую политику любопытную. Это, на самом деле, эти соображения достаточно серьезные, конечно. Они серьезные. Но, понимаете, речь идет прежде всего о том, что, но с точки зрения экономической, понимаете, появление какого-то огромного корпуса эмигрантов здесь невозможно до тех пор, пока нет рабочих мест, которые предлагались. Ну, вспомним, как в Германии в 60-е годы появилась турецкая эмиграция. Был целый ряд отраслей народного хозяйства в Германии, где немцы не хотели работать. Но одна из них, скажем, дорожная работа, которая является тяжелой, опасной, в общем, некомфортабельной и так далее. То есть немецкие дороги строились турками. Знаменитые автобаны. Знаменитые автобаны, да. Ну, и мы не можем сказать сейчас, что Латвия может принять такую рабочую силу. Пока что у нас безработица недостаточно квалифицированная, есть малоквалифицированная безработица, так называемая структурная безработица. Ну, а она рассасывается, у нас своя есть, да, и она рассасывается Евросоюзом. Люди, которые, в общем-то, недостаточно квалифицированы уезжают работать на малоквалифицированной работе там. Потому что за это получают там больше, чем здесь. И аналогичной ситуации у нас сейчас здесь нет. Нет, потому что, ну, конечно, может быть, какие-то африканские рабочие хотели бы здесь работать и могут удовлетвориться меньше зарплаты, но, к сожалению, наша зарплата, понимаете, включает тяжелый климат, необходимость, понимаете, достаточно дорогого питания принимать и так далее, и так далее. Это все им понадобится тоже, и они не могут себе позволить жить, понимаете, проголодь. Иначе они просто помрут. Здесь довольно сложный комплекс, это не так просто, понимаете, что мы там будем платить ему евро в день, и он как-то будет существовать. Не будет существовать. То есть для подведения итогов нашей передачи, насколько я вас понимаю, мы можем не опасаться европейских квот, потому что нам просто нечем кормить вот этих иммигрантов. Ну, я думаю, что опасаться в какой-то степени не надо. И в той степени у нас один из слушателей уже дал ответ. То есть Европа даст на это деньги. Это возможно, это возможный результат, но деньги не дадут бесконечно, то есть в какой-то момент нам самим надо будет за счет своих налогов заплатить за них. Так что этот поворот ожидается, конечно. Я не думаю, что эти квоты будут какие-то совершенно невероятные. Способность наш принять в нашей экономике не столько велика. Ну что же, на этом мы закончим сегодня нашу программу. Профессор Востоковят Леон Тайванс был гостем «Вопрос с пристрастием». Спасибо большое, что пришли. Всего хорошего. Эфир провели Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. Помогал нам звукорежиссер Евгений Копин. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...